Продать свое решение будет заключаться в следующем. Вы знаете, я считаю, или мне бы казалось правильным, тут можно в разной форме говорить, что вам следует заняться обучением сотрудника, который заявил, что он не может. Почему я так считаю? Дело в том, что человек, скорее всего, не обладает достаточным опытом. Понятная идея? То есть я сообщаю решение, но не ограничиваюсь этим. Я могу сказать просто, если я буду действовать так, то я скажу, мне кажется, что вам, ну это вежливый форум приказа, мне кажется или не представляется целесообразно, чтобы вы предприняли шаги для того, чтобы научить этого сотрудника писать распоряжение или писать изменение. Точка. Как вы думаете, к какому сроку вы мне сможете представить план мероприятия? Я приказал, завязал обратную связь, да? Или, как вы думаете, когда вы мне сможете сообщить о своих предложениях по подходу к этой работе? Ну, человек говорит, знаете, давайте, наверное, в среду. Я говорю, хорошо, в среду. В 12 часов вас устроят, да? Значит, в 12 часов тогда я вас жду у себя, а перед этим не затруднить, а пересылать письменной форме предложения ваши. Да, я хочу их изучить. Значит, письменная, мне нужно не позже 10 часов. Хорошо? Вот приказ. Версия вторая, да, продать решение. То есть я говорю то же самое, но при этом аргументирую, да? То есть я говорю, что мне хотелось, чтобы вы предприняли такие-то шаги. Вот, и я считаю, что это необходимо, потому что, да, данный сотрудник у нас работает уже 5 лет, но у меня складывается впечатление, что он не повышает свою квалификацию, а рабочее место занимает. Работа наша с вами, коллега, становится все более сложной. Поэтому, мне кажется, необходимо, чтобы наши сотрудники повышали свою квалификацию, да? Вот, поэтому, мне кажется, такой путь целесообразный. Сможете ли вы ко мне представить план мероприятия, да? Понятно. Вот я объясню свою точку зрения. Да, ну, естественно, если у человека есть вопросы, он их может задать. Он может заразить. В итоге мы все равно придем к общему знаменателю, к моему решению. А в этом случае мы действовали совершенно по-другому. Мы обсуждали задачу, возможные первопричины и так далее. Исходное, исходное есть решение, когда оно возникает в антисиологии? Да, по крайней мере, если оно у меня и есть, то я не тороплюсь его выбрасывать на сторону. А именно вопрос к общему мнению, да? То есть, даже если оно есть, если здесь я его просто сообщаю, здесь я его обосновываю, здесь я начинаю с задачи и помогаю сотруднику выйти на перечень мероприятий, то есть на решение. Здесь, следующий шаг, я описываю проблему. Проблема, например, может заключаться в следующем. Вы знаете, к сожалению, я проанализировал темпы нашей работы и вижу, что мы медленно готовим комментарии к закону. Как вы думаете, что можно с этим предпринять? Согласны ли вы с моей точки зрения? Если да, если нет, пожалуйста, ответьте. А если да, то как бы вы видели возможные способы разрешения этой проблемы? То есть я изложил проблему. Я не трогал, кто из сотрудников хочет, не хочет, там времени не хватает, ресурса не хватает, рабочий стол короткий, компьютер со старой программой, да? Я туда не лез, я изложил проблему. Проблема в том, что мы медленно ориентируемся на запросы рынка, мы медленно готовим комментарии. Да, наши студенты ждут от нас вот этого, да, там, или наши, там, руководители, да? У нас это получается медленно. Я проанализировал темпы, законы приходят в такие-то сроки, мы на это реагируем, там, в течение месяца. Но вообще темпы рыночных изменений мне подсказывают, что это несколько медленно, да? Поэтому, если мы согласны с тем, что это действительно так, то мне хотелось бы узнать ваше мнение о том, как бы решать эту проблему, когда мы с вами следует. То есть он не согласен? Тогда, ну, то есть, ну, попробуем, давайте смоделируем ситуацию, говорите. Вы просто говорите, я не согласен. То есть, я правильно понимаю, полагает, что месячный темп, он достаточно. Ну, тогда я попробую вам проаргументировать, почему мне кажется, что этого недостаточно. Да, и дальше я излагаю свою аргументацию. То есть, если сотрудник не согласен с моим мнением, да, то я должен ему аргументировать, почему мне кажется, месячный срок небольшой. А могу попросить вас объяснить, почему вы считаете, что месяца достаточно. То есть, я увижу вашу картину мира, да, возможно, я даю мне какие-то недоработки. Ну, чего-то вы не учитываете, допустим. Мы говорили, что писать проблемы. Да, то есть, мы не вернулись никогда. Мы начинаем все более издалека. Фактически, речь идет о том, что развитие квалификации, чтобы подчиненный развивал свою квалификацию, мы все более издалека начинаем выходить на тему. Да, с более периферийных вопросов. Поэтому здесь мы начали с проблемы. Проблема, темпы реакции на законодательные изменения. И я начинаю с проблемы. Причем, неважно, я знаю, в чем дело про подчиненного или не знаю, неважно, да, но я уже начинаю с периферии, я инициатор разговора. При этом, я могу тоже действовать по-разному, да, я могу, например, я попрошу вас, скажите, пожалуйста, а вот вы считаете, что достаточно, а как бы вы объяснили свою точку зрения? Мне бы хотелось понимать ваши аргументы. Да, и человек мне что-то начинает рассказывать. То есть, появляется картина мира, да, я задаю вопросы. Причем, у меня нет цели переспорить, да, вот это очень важно. У меня есть цель понять, как подчиненный мыслит. В итоге, у меня появляется картина мира подчиненного, в которой стоят какие-то те или иные фигурки, какие-то взаимосвязки, да. Вот, теперь я вижу картину мира. И, допустим, я вижу, что в ней есть некоторые недоработки. Ну, если я согласен с вашей картиной мира, значит, я тогда говорю, о, да, вы знаете, вы правы. Пожалуй, нам действительно нет смысла суетиться. Пока месячный срок вполне реальный. То есть, если я признаю правильность картины мира, значит, я соглашаюсь с мнением подчиненного. Ну, бывает, что подчиненный прав, почему нет. Но, возможно, что я вижу здесь какие-то недочеты, с моей точки зрения. И вот тут у меня два способа. Я могу сразу указать на них и сказать, а почему вы не учитываете вот этого? То есть, я вижу то, чего здесь нет. А какой у меня еще и способ? Я могу спросить, как вы думаете, все ли факторы вы учитываете? Если вы не против, попробуйте найти то, что еще стоит включить в задачу. Вот с учетом рыночной ситуации. То есть, я могу опять напрячь сотрудника и заставить его думать. Ну, возможно, что он все просмотрит, скажет, с моей точки зрения, я учел все. Ну, что ж, тогда я скажу, а как вы считаете, следует ли учесть такой-то фактор еще? Ну, опять, почему он может согласиться или не согласиться? То есть, идет диалог. В конечном итоге, если согласен, что да, пожалуй, этот фактор стоит учесть, и тогда я могу спросить, скажите, пожалуйста, вот с учетом вновь открывшихся обстоятельств, как вы полагаете, достаточны ли сроки реализации такой-то вещи? Вот такая вот интересная последовательность. Следующий шаг – изложить факты. Изложить факты в данном случае, наверное, будет выглядеть так. То есть, я не излагаю проблему, а я говорю факты. Вы знаете, в последнее время, обращая внимание на деятельность конкурирующих компаний, я заметил, что их количество возросло, и они, в общем-то, проявляют большую активность в захвате нашего сегмента рынка. С моей точки зрения, мы имеем некоторые слабые стороны, и в перспективе возможно, что мы можем проиграть битву за целевую аудиторию. Как вы думаете, что является ключевой нашей слабой стороны? И есть ли такие? Ну, если есть, то что есть? То есть, я не указываю, я излагаю факты. Я сейчас, конечно, был неубедителен, но мне довольно трудно формулировать идеи, в общем-то, в совершенно незнакомой для себя области. Если бы это был рынок консалтинга Латвии, то я бы совершенно четко обрисовал ситуацию и спросил, мне кажется ли вам, что. То есть, я бы не указал на проблему, я бы изложил факты для того, чтобы подчиненный сам увидел эту проблему, потом от проблемы вышел на задачу, потом на способы ее разрешения.